Всем привет, друзья! Вы на канале Коптер Тайм. Очередной интересный выпуск Drone News специально для вас. Поехали разбираться? Сели и поехали! В Московском авиационном институте разработали беспилотную авиационную систему под названием Scout. Это полностью автономный дрон весом около 3 кг и с продолжительностью полета более 30 минут. Одним из ключевых преимуществ изобретения является его способность автоматически облетать препятствия, а также адаптироваться к неравномерному рельефу на скоростях до 10 метров в секунду, что достигнуто благодаря использованию собственной ПО и лидаров. По словам производителя, Scout имеет высокую автономность и способен продолжать выполнение миссии даже при полной потере радиосигнала GPS. Автоматизированный процесс сбора и передачи данных со Scout позволяет пользователям запускать миссии и производить посадку нажатием буквально пары кнопок, что значительно упрощает его использование в различных операциях. Дрон уже успешно прошел испытания и готовится к серийному производству. Много кто говорит про серию, типа серия, 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 а в итоге толком никто так до сих пор серию нормальной не сделал. И вот еще один анонс от МАИ. Они уже вовсю готовят к выпуску коммерческую версию дрона под названием Contour. Он предназначен для охранных задач и обладает высокой степенью автономности. Его особенности это программное обеспечение собственной разработки, которое может определять противоправное поведение и распознавать подозрительные предметы. Contour способен одновременно обрабатывать видеопоток с 30 камер в реальном времени. Данные передаются на сервер, где анализируется 16 нейросетями. При обнаружении угрозы система автоматически уведомляет охранников, помогая оперативно реагировать на инциденты. Также, кстати, друзья, что хотелось бы вам сказать. Наша команда запустила новый телеграм-канал, посвященный карманным консолям. В нем будут освещаться актуальные новости, обзоры новинок, игры и интересные инсайты из мира портативного гейминга. Присоединяйтесь, чтобы быть в курсе всех последних событий и нововведений. Ссылочку на канал оставляем в описании. Переходим к анонсу от DJI, а именно Osmo Action 5 Pro, о котором мы говорили буквально недавно. DJI представили новую экшн-камеру, и эта модель предлагает высокое качество изображения с разрешением видео до 4К при 60 кадров в секунду, а также динамический диапазон 13,5 ступеней. Возможность съемки при слабом освещении и время работы до 4 часов. Камера оснащена функциями автофокуса и слежения за объектами, без использования стабилизатора, а также улучшенной водонепроницаемостью до 20 метров. Данная новинка оснащена сенсором нового поколения 1.1.3 CMOS. Вдобавок имеет большие передние и задние сенсорные экраны из закаленного стекла. Камера обладает встроенной памятью объемом 47 ГБ с оптимизированным битрейтом для файлов меньшего размера и высокоскоростной передачи данных до 80 Мбит в секунду через Wi-Fi 6.0 или USB 3.0. Osmo Action 5 Pro идеально подходит для любых экстремальных условий, от яркого солнечного света до глубоководных погружений. Камера уже доступна для покупки на официальном сайте DJI и у авторизованных продавцов, коих в нашей стране нет. Поэтому серовозы. Нормально. Долгожданный дрон от DJI под названием Air 3S был замечен в базе данных Федеральной комиссии по связи FCC. Это говорит о скором запуске данной новинки, вероятно, до конца октября. База данных FCC является ключевым этапом перед выпуском новых устройств и подтверждает, что продукт соответствует требованиям радиочастотных норм. Ранние утечки указывали, что DJI Air 3S получит значительное улучшение камеры. Новый режим съемки, улучшенный динамический диапазон для съемки при слабом освещении и, возможно, два сенсора. Один дюймовый и второй размером 1,1,3 дюйма. Также ожидаются потрясающие панорамные снимки с разрешением 13 тысяч на 6 с половиной тысяч пикселей. Кроме того, у дрона есть область, закрытая затемненным стеклом, где, возможно, находятся датчики, такие как лидар, для более точного определения окружающих объектов. В Лондоне стартовал 6-месячный тестовый проект по использованию дронов для перевозки образцов крови. Управление гражданской авиации Лондона и местные компании здравоохранения объединились для того, чтобы ускорить логистику между Гайской больницей и лабораторией Святого Томаса. Это уменьшит время доставки с более чем 30 минут на автомобиле до менее 2 минут по воздуху. Исполнительный директор больницы заявил, что этот проект поможет улучшить обслуживание пациентов и повысит надежность системы здравоохранения. Ранее подобные тесты проводились в Дублине, где выяснилось, что дроны не только значительно быстрее автомобили, но и сокращают выбросы CO2 на целых 99%. Ну и понятно, что именно только в момент полета. Когда ты заряжаешь дрон, пока там с электростанции дойдет это электричество, сколько там потерь, выработка электроэнергии, ну в общем там, да, по полной программе. Обсуждали неоднократно. Переходим к рубрике «Мини-обзор» и вон же «Советы». И сегодня поговорим про DJI Neo. Рассмотрим основные элементы дрона. Спереди у камеры есть защитная кожа. На фронтальной панели расположена кнопка переключения интеллектуальных режимов, включая настраиваемый пользовательский режим. Сзади кнопка питания для включения и выключения дрона, а также порт USB-C. Он используется для зарядки, обновления, прошивки, передачи данных. Снизу расположены сенсоры и съемный аккумулятор. Включение дрона производится двойным нажатием кнопки, как всегда у DJI. DJI Neo предлагает 22 гигабайта встроенной памяти, а карта памяти, к сожалению, не поддерживает. Ну, правильно, потому что это селфи-дрон для быстрых съемок. Для зарядки можно использовать зарядный хаб из комплекта или напрямую подключить устройство через USB-C порт. Дрон оснащен шестью предустановленными интеллектуальными режимами полета, которые активируются с помощью кнопки на передней панели дрона. Первый режим – Follow – Следуй. Дрон будет следовать за вами. Следующий режим – Drone – Дрон полетит вверх и назад, создавая эффектный вид с высоты птичьего полета. Circle – Круг – Дрон облетает вокруг вас. Режим Rocket – Дрон полетит вертикально вверх и будет снимать прямо вниз. Все режимы стандартные, ничего там сверхнового нет. Spotlight – Дрон сфокусируется на вас и будет автоматически поворачиваться, чтобы удерживать вас в центре кадра. И Custom – позволяет настраивать параметры полета через приложение DJI Fly. Ну, казалось бы, что-то можно еще настроить. Подвесил, стабилизация есть, микрофончик одел, свел, все. Вот тебе там компактная камера, не надо, не штативничек. Для лучшего управления режимами и настройками параметров, например, радиусы круга или дистанции следования, можно использовать приложение DJI Fly. Материал из полетов можно отгрузить следующими способами. Первое. Через приложение DJI Fly необходимо подключиться к дрону и загрузить отснятый материал напрямую в фотогалерею вашего устройства. Второй вариант – через USB-C подключение. Дрон можно подсоединить к устройству с помощью USB-C кабеля. На устройствах Apple дрон будет распознаваться как хранилище данных в приложении файла, что позволит просматривать и передавать отснятые кадры. Также имейте в виду, что дрон довольно легкий и компактный, поэтому имеет меньшую батарейку и хуже устойчив к ветру, чем модели побольше. В целом новинка получилась довольно интересной. Стоит относительно недорого, но при этом предлагает достаточно много интересных функций. Мы немного с вами обсудили DJI Now. В принципе, что еще о нем обсуждать? Ну, краш-тест, кстати, еще хотели сделать. Краш-тест его посмотреть. Ну, он легкий, в принципе, его сложно будет разбить. Конструкция рамы у него достаточно надежная. Но, тем не менее, на нашем канале скоро выйдет обзор, полноценный обзор этого дрона. Поэтому ждите, колокольчик ставьте, подписывайтесь. Скоро выйдет обзор. Переходим к самой красивой рубрике нашего выпуска под названием «Место на карте». Ледник романтиков от подписчика Игоря. Ледник расположен на южном склоне горного массива у живописной реки под названием Йенго-Ю. Чтобы его увидеть, нужно подняться на высоту целых 800 метров. Современный ледник романтиков образовался около тысячи лет назад в результате общего похолодания климата. Его обнаружили в 1960 году. Восхождение на ледник романтиков является одним из популярных походов выходного дня. Занимает один день и не требует специальной подготовки. Сам ледник уникален не только по красоте, но и по вкусовым качествам воды. Талая вода в озере, кристально чистая и очень вкусная. Я, правда, сам не пробовал, но Игорь, видимо, знает толк в воде. А на этом у нас все. Если понравился выпуск, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии к этому видео. Не забывайте про наши соцсети, там тоже много чего интересного. Всем удачи и пока! Субтитры подогнал «Симон»!